Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Ольга. В этом видео я постараюсь кратко познакомить вас с новинками, которые корейские разработчики представили на Кальфионском приеме в Лос-Анджелесе 11 декабря 2023 года. Если вы хотите посмотреть полное видео приема, ссылку я оставлю в описании к видео. И начну я с подарков, так как наверняка это интересует большинство игроков в первую очередь. Купон Кальфионского приема, который вы видите на картинке, включает в себя следующие предметы. Верный молот Джей. Используется для заточки экипировки вместо камней Крон, предохраняя ваш предмет от снижения усиления в случае неудачи. Молоток не увеличивает шансы заточить предмет, поэтому не забывайте, что используя молоток нужны фейлы. Далее совет Валкса. Плюс 150. 2023 камня Крон. Ключ к сундуку с подарками, о нем немножко попозже. Два сундука с внешкой для вашего персонажа. Сундук с купонами обмена оружия и дополнительный купон для второй допки. 20 печати шокоту старого образца и 10 нового образца. 500 топлива марни и 2 набора мебели для дома. Теперь подробнее про ключик для сундука с подарком. Этим ключом можно открыть предмет и вент сундук с обещанным подарком, который вы можете получить, если пообещаете Элине Рейд, что присоединитесь к приему. И пусть вас не смущает, что прием уже завершился. Данный ивент продлится до 4 января. У черного духа примите квест и отправляйтесь в Кальфион Кэлини Рейд. В диалоге с ней пообещайте присутствовать на Кальфионском приеме. Получите подарки, среди которых находится сундук. Вот этот сундук и необходимо открыть ключиком из купона. В сундуке находится сияющая люстра, особый свиток Джей, 2 штуки, камень Крон, 200 штук, свиток помощи Йована Гролина, совет судьбы, давний совет по 5 штук. Но и это еще не последние подарки. С 12 декабря стартует особый календарик за вход в игру. В котором вы можете получить 1500 камней Крон, предметы для прокачки лошадей, память мастера и источник темного насыщения в количестве 10 штук. Источник темного насыщения используется для увеличения шансов усиления. Для его использования шанс усиления должен быть плюс 100 или выше с вычетом значений, полученных за счет протестов Валкса и дневников приключений, но не более плюс 230 фейлов. В зависимости от первоначального значения, источник повышает шансы на разное количество фейлов. В первой части приема зрителям были представлены персонаж Уса и Мегу. Уса появится в игре 14 декабря. На этот раз разработчики решили не заморачиваться с предсозданием нового героя и введут ее сразу. Вместе с новым героем стартует и новый сезон. Уса, как и ее сестра Мегу, родом из страны Утро. Они сестры-близнецы. Будучи верной своим корням, Уса носит наряд, образ которого навеян корейским традиционным костюмом ханбок, переосмысленным на основе современных модных тенденций. Темные тона подчеркивают строгую и сильную личность, а особенности легкого и невесомого ханбока – неуловимость мастера Дао. Уса использует в качестве основного оружия веер, названный махаоном, чтобы подчеркнуть связь с бабочками из корейской монохромной живописи. Мегу – полная противоположность сдержанной и хладнокровной усы. В корейской культуре существует персонаж Кумиха – девятихвостая лисица. Как раз образ Кумиха и лег в основу класса Мегу. Мегу обворожительна и привлекательна. На первый взгляд, ее наряд схож с костюмом младшей сестры, но яркие цвета ее ханбока отражают особенности характера Мегу. Основное оружие Мегу – лисий оберег. С помощью оберега Мегу совершает атаки, используя различные магические практики, словно очаровывая противников. Как и в реальной жизни близнецы тесно связаны друг с другом, так и в игре они не могут не встретиться. Поэтому Мегу появится в игре в январе будущего года. И в качестве подарка к ее выходу нам обещали дать еще один молот Джей. В следующем видео вы увидите основные скиллы Усы. В навыках Уса использует веер для различных приемов магии Дао, чтобы противостоять врагам. А эффект облака поможет вам взять стратегический контроль над битвой в свои руки, предопределяя происходящее в бою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее была представлена новая локация – страна Утро. Страна Утро – новый регион, при создании которого была взята за образец культура корейского государства династии Чусон. В стране Утро игроки смогут окунуться в мир древних корейских легенд и народных преданий. Уже известная игрокам под названием «Портовый город Эйлад» локация сменила название на порт Нампа. Полностью изменилась концепция уже существующей области Хосео, которая представляла центр восточной культуры в мире Black Desert. Путешествия в новом регионе не будут связаны с основной историей Лезры и древними секретами. Это совершенно новое приключение, своеобразное ответвление от основного сюжета с отдельной историей и несколькими вариантами концовок, которые зависят от принятых вами решений. Вместе с новым попутчиком по имени Тольсе вы окажетесь вовлечены в круговорот событий, а восточный наместник по имени Ледоксу будет следить за каждым вашим шагом. Уходя от его преследования, вы окажетесь в деревне Тальболь, где и начинаются основные приключения. В отличие от основных цепочек заданий прежнего материка, в новом регионе игроки должны будут сами собирать необходимую информацию и смогут выбирать, в какой части региона путешествовать, принимая и выполняя понравившееся задание. Например, в деревне игроки получают информацию о существе, которое питается человеческой печенью, и проведя расследование, узнают о том, кто такая Кумихо. При этом нужно будет самостоятельно решить, как выполнить данное задание. В стране утра вы встретитесь с множеством боссов, таких как Кумихо, Призрак Девы, Туаксини, Бамбуковые Воины, Призраки Растерзанных Тиграми и многие другие. Основным контентом страны утра станут битвы с боссами, каждый из которых потребует уникального подхода. Всех боссов вы сможете одолеть, полагаясь только на свои силы. Однако для некоторых боссов, помимо уничтожения в одиночку, предусмотрен также кооперативный режим сражения в составе гильдии. Во время битвы вместе с участниками гильдии, навыки и вид атак будут значительно отличаться от одиночного режима. В новом регионе вы сможете получить снаряжение высшего ранга, перчатки Тана и новый кристалл высшего ранга. К сожалению, характеристик новых перчаток на приеме представлено не было. Страна утра будет выпущена в феврале на корейском сервере, а после локализации на все остальные сервера. 16 декабря на ПТС будет добавлена новая система для камней инкрустации и возможность сохранять пресеты инкрустации. С появлением пресетов снаряжение не нужно будет инкрустировать кристаллами, для них появится отдельное меню, а ограничения по типам снаряжения будут удалены. Также в нижней части интерфейса с пресетами будут добавлены заблокированные слоты, которые можно будет использовать по мере прохождения страны утра и другого грядущего контента. Сейчас максимальное количество инкрустируемых камней 14, по 2 в каждую вещь, но на картинке вы видите 15 установленных кристаллов и 4 заблокированных слота. Будет ли 15-й слот доступен сразу, не знаю. Несмотря на то, что ограничение по типам снаряжения удалено, будет добавлено ограничение на установку одинаковых кристаллов, то есть поставить 4 элькара, например, вы вряд ли сможете. А вот какие кристаллы высшего уровня появятся с выходом новой локации. На скриншоте вы видите один из таких камней. Вариантов камней будет много, но использовать вы сможете только один. Как будут добываться новые камни, крафтом, фармом или каким-либо другим способом, не уточняли. 28 декабря стартует второй сезон арены Соларе. Знаю, что для игроков Ру-региона это больная тема, но из песни слов не выкинешь. Будет добавлена новая система распределения. Вначале участникам придется сразиться в нескольких распределительных матчах и в зависимости от результатов будет определен стартовый ранг игроков. Планируется добавить больше разнообразного снаряжения и кристаллов для различных форматов боя. Подготавливаются также новые арены. Ожидает ли второй сезон арены на Ру-регионе участь первого? Или все-таки разработчики что-то предприняли? Узнаем в преддверии нового года. Для игроков, которым нравится бороздить океан, готовится новое судно под названием военный корабль Эферии. Но этот корабль слишком велик и великолепен, чтобы владеть им постоянно. Для управления новым кораблем игроку нужно будет получить права на использование примерно на 1-2 недели, например, за уничтожение морских монстров или с помощью особого бартера. А также теперь за плавание на судах вблизи материка будет копиться опыт судоходства, хоть и в меньшем количестве, чем в открытом океане. Также планируется добавить новые локации для охоты на морских монстров и расширить бартер. Для персонажа Шай будут добавлены танцы. Субтитры подогнал «Симон» А для остальных персонажей – возможность играть на музыкальных инструментах. Разрабатывается специальный интерфейс для выдачи бонусов гильдии, который позволит избежать неудобных расчетов. Все сведения об участии членов гильдии в битвах за узел и захватах территории будут автоматически сохраняться, а также участники гильдии смогут отправить главе гильдии документ, если захотят оспорить масштаб своего вклада в деятельность гильдии. Глава гильдии может одобрить или отклонить этот запрос, а его содержание будет отображаться всем другим участникам гильдии. Кроме того, существовало неудобство в необходимости каждый раз менять сервер для продления контракта гильдии. Найден способ синхронизации данных, начата работа над данным улучшением, которое позволит обновлять контракт независимо от сервера. Планируется добавить новые печати шакоту, в обмен на которые можно будет получить сундук с золотыми слитками, сундук со свитками удачи, сундук с особым заклинанием убывающей луны, а также рог камос, который позволит повысить ранг питомцев, полученных при уничтожении камос, и желтый титул Орден Света. 10 таких монет вы получите в купоне, о котором я рассказывала в начале видео. Но, к сожалению, старые печати шакоту вы сможете обменять только на те предметы, которые существуют в списке сейчас, а на новые предметы обмениваются только новые печати. В заключительной части приема были представлены изменения, которые планируется ввести в ближайшее время, а также продюсер Ким Джихи обещал, что масштабные обновления будут выходить в БДО каждые 2-3 месяца. Планируется объединить серебро для всех персонажей из складов аккаунта. Однако серебро для аукциона останется, как и прежде, отдельным. Для ремесленных инструментов будет добавлено всплывающее уведомление при прочности ниже определенного уровня, как у обычного снаряжения. Побочные продукты рыбалки, которые раньше можно было обменять только у Крио Вели, и теперь можно будет обменять в каждом крупном городе. В разработке возможность помещать на склад связанным персонажем сундуки для имперской торговли. Будет удален эффект выражения радости при получении предметов заостренные куски черного кристалла и кусок твердого черного кристалла. Появление красного мерцающего экрана, когда хп персонажа падает до низкого уровня, можно будет отключить в настройках игры. Стандартная дистанция призыва транспорта будет увеличена в 3 раза с 50 до 150 метров, а также будет добавлено цветовое обозначение, которое позволит легче определить расстояние, на котором можно призвать лошадь. Кроме того, будет улучшено использование предметов верхом, например, открытие сундуков. Однако снимать и надевать снаряжение, находясь верхом, все еще будет нельзя, ввиду возможного злоупотребления в ходе осадных сражений. Будет снято ограничение до быструю смену персонажа, если хотя бы один ваш герой достиг 10 уровня или выше. Добавлена будет возможность проложить путь к ближайшему Нипр Лентоши, если кликнуть ПКМ по заполненному камню Марни. Если внешность клоуна Шута Мажордома Харриса доставляет вам неудобства, есть такие люди с подобной фобией, обратитесь в службу поддержки, его заменят вам на Мажордома Эйдона. Работы по улучшению телосложения волшебника уже почти завершены, и изменения будут применены в январе 2023 года. После применения данного обновления, сохраненное ранее кастомизацией внешности волшебника, использовать будет затруднительно, поэтому планируется проведение различных ивентов по кастомизации. Предметы мебели из премиум-магазина будет возможно самостоятельно изготовить в игре. Ну вот, собственно, и все, что было показано на приеме. Итак, подведу итог. 14 декабря у нас будет новый персонаж Урса плюс новый сезон. Ближе к концу декабря пресеты инкрустации и, возможно, старт второго сезона арены Саларе. Январь будущего года. Близнец Усы, Мэгу и еще один молоток Джей. Новая локация и перчатки Тана. Февраль на Корее. Нам, думаю, завезут не раньше, чем летом. Остальные изменения не столь масштабны и будут постепенно добавлены в игру в ближайшее время. На этом все. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забудьте прожать колокольчик, чтобы не упустить видео на канале. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok